Русский язык Сегодня на уроке мы с вами научимся составлять предложения по заданной теме, пополним свой словарный запас и также научимся любить труд. Предлагаю вам для начала отгадать загадки. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. Как вы думаете, какое это время года? Правильно, это осень. Осень перекрасила все листья. Без рук, без ног, а рисовать умеет. Кто это может? Что это может? Когда это бывает? Это бывает... Правильно, зимой, зима. Тает снежок, ожил лужок, день пребывает. Когда это бывает? Правильно, дети. Это весна. В небе радуга-дуга. На грядке ягода-нуга. Солнцем озеро согрета. Зовет всех купаться. Что? Лето. Молодцы. Эти все у нас времена года. Их сколько у нас? Их четыре. Как вы думаете, какое время года сейчас? Давайте отгадаем загадку еще одну. Я раскрываю почки, зеленые листочки, деревья одеваю, посевы поливаю. Движение полна, зовут меня весна. А, правильно, весной все у нас оживает, листочки появляются, и все начинают, конечно же, работать. Как вы думаете, кто что делает весной? Например, птицы. Они возвращаются с теплых стран, строят гнезда, откладывают яйца, и, конечно же, они чирикают и поют. Как вы думаете, что делают животные весной, когда наступает она? Они просыпаются от зимней спячки, ищут еду, меняют зимнюю шерсть на более легкую, линяют. А как вы думаете, что делают люди? А люди с приходом весны радуются теплу, весеннему солнцу, одевают тоже более легкую одежду и выходят на субботники, убирают, подметают. И, конечно же, готовят огороды для пассивных работ. А теперь я вам предлагаю рассмотреть рисунок внимательно, потому что мы с вами сейчас будем составлять текст по этому рисунку. Рассмотрите рисунок внимательно. Посмотрели? Для того, чтобы составить хороший текст, давайте мы с вами ответим на вопросы. Нам поможет в этом помогатор вопросики. Какое время года изображено? Кого вы видите на рисунке? Чем они заняты? И что они получат из этой рассады? А какие овощи посадили вы? Чем они полезны? А теперь я вам предлагаю прочитать скороговорку. Возле грядки две лопатки, возле катки два ведра. После утренней зарядки мы работали на грядке. И посадки все в порядке, их теперь полить пора. А теперь давайте по две строчки. Возле грядки две лопатки, возле катки два ведра. После утренней зарядки мы работали на грядке. И посадки все в порядке, их теперь полить пора. Посмотрите, у нас тут грядки, катка и ведра. Здесь лопаты и лейка, которым мы поливаем. А сейчас мы с вами проведем словарную работу и увидим эти слова рисунками. У нас были новые слова рассада, грядка, катка и посадка. Рассада – это то, что начинает расти и то, что мы будем потом пересаживать на огороды или на поля. Грядка – это ряд в огороде. Катка – это большое деревянное ведро. Посадка – это то ли овощи или семена, которые мы будем сажать. А теперь мы с вами эти слова переведем на кыргызский язык. Рассада – кучет, грядка – джек, катка – джигач-челек, посадка – егельен урухтар. Дети, вам была понятна сегодняшняя тема? Тогда я вам задам домашнее задание. Откройте книжку на странице 70 и подготовите рассказ. Начнете так. У нас на огороде растет лук, он зеленый. И продолжите. До свидания, дорогие дети. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова